очень хотелось бы рассказать о всех возможностях youtube но к сожалению это невозможно не только потому что время моя презентация ограничена но и потому что нельзя объять необъятное youtube это целый мир который еще долго долго предстоит осваивать когда я стал давать задание для вне титурной самостоятельной работы студента началось повальное увлечение созданием собственных учебных пособий кто из школы перенес какие-то сведения лабораторных работах кто стал делать описание к вузовским лабораторным работам стали делать не только ролики но и сайты посвященные этим видео оказалось что youtube это замечательная платформа для самостоятельной работы студентов причем контролируемой самостоятельной работы который воспитывает умение работать в команде развивает креативность ответственность ну и вкус в конце концов стали студенты создавать не только сайты блоги но и тесты с использованием видео с использованием аннотации этих видео youtube с его возможностями все время появляющимися новыми возможностями это непоганное поле для студентов которые хотят как-то проявить себя воспитание креативности здесь вы видите один из сайтов созданных вот этими двумя товарищами которых так и хочется спросить где они брали такие шрифты как они сумели так оформить и особо хочется рассказать об этом сайте который создал студент в школе физику практически не проходившись с ним было очень трудно много дополнительных занятий приходилось он не верил в себя пока не взялся за эту вот работу разработал тему антиплагиаты понятно что легко сети накачать что такое выдать за свое какую-либо текстовую работу в этом смысле youtube видео очень хорошо поскольку здесь компиляция моментально видно этот товарищ разработал эту систему у нас при вам сделал обзор всех сайтов существующих в россии и проверил собственную работу написано об этих сайтах оказалось 77 процентов у него перевздута youtube оказался очень удобным для преподавателя как хранилище учебных наглядных пособий причем эти учебные наглядные пособия оказываются на нашем сайте на моем сайте очень хорошо структурированы поскольку поиск позволяет найти любой ролик только по ключевым словам но и по его описанию и так далее система поиска которая используется в ютюбе занимает второе место по посещаемости после поисковика google здесь снимаются ограничения на редкостные установки можно демонстрировать что угодно вплоть до внутренности ядерного реактора оказалось что очень полезна такая вещь как озвученные рукописи когда человек на сидя за столом пишет на бумаге ручкой или даже карандашом цветными фломастерами текст и наговаривает свою лекцию и эти коротенькие лекции 5-7 минут можно потом включать куда угодно по ним можно проводить опрос сейчас у нас в институте с использованием возможностей бизнес инкубатора рассматривается вопрос о производстве таких веб камер которые представляют собой по сути дела документ камеры но только очень дешевые по 35 тысяч в отличие от тех которые продаются с неограниченные практически возможностями но очень дорогими начиная там с 12000 если они у вас есть может пробовать их для именно вот для этой работы очень удобно использовать оказалось планшет графический для написания текстов и с помощью этих коротких роликов оказалось удобным организовать интенсивные консультации перед экзаменом причем консультации не просто заключающиеся в просмотре роликов которые создал преподаватель но и подобрал их и сделал интерактивными то есть идет какое-то оценивание при консультировании перед экзаменом создает создан такие ролики такие сайты с плейлистами как для студентов стремящихся получить четверки или пятерки и для тех кто боится получить просто двойку подобраны материалы которые необходимо знать то есть минимум минимум в заключении хочу показать совершенно изумительное применение из блога по русскому языку новых возможностей форм google которые которые встраиваются в которой встраивается видео жалко даже что не я придумал очень обидно эту вещь проведем конкурс чечецов где выложены видеозаписи сделанные вне класса видно что с родителями с товарищами с музыкальным сопровождением хорошо подобранным и здесь же зрители и слушатели могут оценивать эти выступления таким образом производится выбор лучшего ученица впервые это было использовано именно в этом блоге полностью раскрываются дети не только чтение стихов но и исполнение музыкальных номеров в тесенье намного очень переложено на музыку и дом мой давно уже существует старый песок давно издох на москва на москва золотых улиц поменять знать судил мне Бог я люблю в этот город вязем ну и последний ролик чтобы немножко отдохнуть тем включения открывает звезды стоящие мысли глубокий село какого вы душу пленаете частые звездочки звездочки тесны что у вас God всевозможное что у вас culminThe claim с из hunt Спасибо создателям этого замечательного конкурса. Много я не успел сказать, то есть я практически ничего не успел сказать. Ну, невозможно отказаться от YouTube, во-первых, из-за ее статистики, которая позволяет быстро реагировать на все замечания и так далее. Совершенно поражает воображение услуги, которые YouTube оказывает пользователям, убирая, производя редактирование на своих серверах с помощью своих видеоредакторов. Все вопросы, которые я не успел рассмотреть, можно посмотреть в моем блоге «Видео фориду» и на авторстве.